Ситуация на фронте. Обстрелов стало меньше, но обещанного перемирия все равно нет. Напомню, с 1 июля огонь должен был прекратиться на период сбора урожая. Об этом договаривались в Минске. Тему продолжит наш военный корреспондент Ирина Баглай. Утро первого дня перемирия в Зайцеве встретили подразрывы. На рассвете боевики открыли огонь из ствольной артиллерии. Этот снаряд Иван нашел возле разбитого до фундамента дома. Нарезы, которые пошли. И не разорвался он полностью. Я думаю, это был, скорее всего, дефект самого снаряда. Разлет осколков до полутысячи метров. И жителям, и военным просто повезло, что они не попали под железный дождь. Над селом разорвалось с десяток таких снарядов. Еще столько же мин. А на Светлодарской дуге двое пехотинцев получили ранения во время обстрела со стороны Дебальцева. Вчера два выстрела из ПТУРи были. По нашим позициям. Потом из АГСа стреляли, из СПГ стреляли. Это перемирие такое. Здесь же, на Светлодарской дуге, бойцы в первые дни перемирия заметили, что боевики загоняют на позиции тяжелую бронированную технику. В сопровождении БМП на линию соприкосновения вывели танк. Заводили. Они только утром, они и ночью их заводят. Концентрацию тяжелого вооружения на Дебальцевском направлении в районе оккупированного села Круглик зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. 32 танка Т-64, колонна САУ и бронемашины, передвигающиеся в направлении Луганской области. Наемники максимально используют перемирие для укрепления и переброса техники. И хотя количество обстрелов сократилось, на передовой по-прежнему неспокойно. Снайперы боевиков не ушли. Вечером начинаются щелчки по нашим бойницам. Щелк, 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 щелк. То есть выманивают либо пулемет выманивают, либо автоматчика. Стоит ответить на такой огонь или выглянуть, и сразу следует выстрел снайпера. Причем пули прошивают даже плотно набитые землей мешки. Калибр патрона 14,5. То есть вот такая вот штука у нас идет, вот еще здесь пуля есть. Ну человеку голову вот так вот, на раз-два. И все. Попытки прорваться на позиции пехотинцев в село Южное боевики оставили после нескольких неудачных атак. Командир объясняет это просто. Наши позиции расставлены таким чином, чтобы выхопливать весь сектор. И поэтому намагаться им не имеет смысла просто-напросто, они не пройдут. А вот обстреливать безоружных, вопреки договоренностям, не перестали. В этот раз боевики открыли огонь по связистам. И в этом бою враг понес потери. Согласно разведданным, потери боевиков более значительные. Один убитый и шестеро раненых.